Наш эфир продолжает программу Час Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что ж, минул праздник, 4 июля, 4th of July, День независимости Америки. Вы наверняка следили за выступлением президента и его окружения у горы Рашмор. В частности, и выступление президента, и речь губернатора Кристина Новым. Вот об этом, если можно. Да, с этого мы и начнем. И эту пару весьма яркую я решил объединить именно их выступления. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И, конечно же, прежде всего, поздравляю всех вас с праздником. Я все то время, все те годы, их уже 4, что мы с вами в эти дни встречаемся, пусть и заочно, повторяю. Буду повторять, что это праздник, на самом деле, не только американский. Это праздник всех людей, которые ценят американскую модель свободы, независимости и индивидуализма. И в этом плане мне бы, конечно, очень не хотелось, чтобы случилось так, чтобы люди за пределами Соединенных Штатов праздник этот отмечали. И он бы действительно стал праздником международным, а он имеет, я считаю, все основания им стать. А вот у вас в стране усилиями левых он был бы или отменен, или переименован, я не знаю, в день, когда они освободили черных рабов или что-то такое. Мне очень хочется надеяться, что до этого не дойдет. Но вот в этом году, да, у нас как-то, увы, все проходит под, с таким, несколько мрачноватым, пессимистическим уклоном. Тем не менее, еще раз поздравляю вас всех с этим прошедшим днем. И заверяю вас, что по-прежнему Америка это лучшая страна, как ни стараются ее испортить левые, находящиеся внутри нее. И по-прежнему американский эксперимент, и по-прежнему отцы-основатели, это именно те, то и те люди, на что и на кого всем политикам, всем, кто хоть что-то пытается понять в политике, в философии и так далее, должны ориентироваться. Ну и, конечно же, да, то, что писали Вашингтон, он не считается великим автором, но его письма я советую всем читать. Естественно, федералист Хэмилтона, Джея Мэдисона, Джефферсона и всех-всех-всех читать надо. Даже если вы с чем-то не соглашаетесь, это уникальный срез философии, какой угодно, политической, повседневной и так далее. Но и прежде чем перейти к самому 4 июля этого года, я бы еще позволил себе такое небольшое отступление. Тут вот несколько выпусков назад поминал я композитора Ренио Морикона не самым добрым словом, и был за что на самом деле. Но тут сегодня факт остается фактом, взгляды его или их отсутствие мы забываем, а помним то, что этот человек, который композитор все-таки великий был. И более того, что важно именно сегодня, хотя он писал музыку преимущественно к фильму европейским и итальянскому, конечно же, но вот так получилось, что многие, поверьте мне, да и вы, думаю, со мной согласитесь, воспринимали особенно раньше, да и сейчас воспринимают Америку именно по музыке Морикона. То есть и вестерны, и гангстерские фильмы, ну и, конечно же, один из величайших фильмов, когда-либо снятых вообще, и там, я считаю, лучшая работа и самого Морикона, это, конечно же, «Однажды в Америке», но вот, да, он длинный, я вам говорил, я его начинаю пересматривать, остановиться не могу, наверное, я вот на днях непременно это сделаю еще раз. И вам, кстати, порекомендую, потому что, да, есть некое такое тоже зловещее совпадение, что Морикона умер именно сейчас, когда ту Америку, где были, да, гангстеры, где было много чего такого, что, может, нам и не очень нравится, но где были люди индивидуалисты, где были люди, не боявшиеся говорить и делать то, что они считают нужным. Я даже говорю сейчас не о фильме, а в целом про Америку, что вот сейчас ее стараются уничтожить, и то, что вот Морикона не стало именно сейчас, но я не буду считать это концом эпохи, давайте уж не будем впадать в пессимизм. Я буду считать, что это напоминание всем нам, что Мориконы, Леоны и американские великие кинематографисты, они свои лучшие фильмы снимали не для того, чтобы сегодня их переписывали, отменяли, запрещали и так далее левые мерзавцы. Поэтому подчистить память композитора стоит, пересмотрев его лучшие фильмы, к которым он писал музыку, я считаю, и еще раз вспомнить, что американская культура, пусть он имел к ней и, так скажем, не совсем прямое отношение, но имел, это великая культура. Ну да, а теперь к 4 июля. Итак, президент, ну вы уже про его речь слышали, читали многое, поэтому я ее обозначу очень быстро. На самом деле это речь, которую от него ждали последний уже месяц, я думаю, потому что полагалось, глядя на то, что происходит, а может даже и больше месяца, если вдуматься еще с начала всех этих эпидемиологических страстей. Тем не менее, нам всем нужно было, действительно, и вам, и тем, кто следит за американскими событиями и симпатизирует консерватизму, чтобы вышел президент и четко обозначил свою позицию, позицию администрации. И президент, к счастью, это сделал, потому что он рассказал нам, что Америка великая страна, он объяснил нам, почему Америка великая страна, свобода, равные возможности. И важно, что он упомянул, что все это стало возможным благодаря иудео-христианской традиции, на которой Америка и основана. И президент сказал, что он, его окружение, естественно, и те, кто ему помогал в составлении этой речи тоже, делают все, чтобы Америку защищать. А со всеми ее великими достижениями и с великими людьми, а Трамп их упомянул немало, не только тех четырех президентов, которых мы можем наблюдать на горе Рашмар, он упоминал самых разных людей, Джексона и Гранта, из президентов и Мохаммеда Али, и дикого Билла Хикока, и представителей культуры, и кого угодно, всех цветов кожи. В общем, как всякий раз, когда президент называл имена, то к нему нельзя придраться, что вот он там белого назвал, этого не назвал, назвал человека того, происхождение не назвал этого. Все, хотя там всего было именем, наверное, 10-15 в речи, а может и меньше, но он ухитрился обозначить все основные этнические группы, которые Америку сделали великой, действительно. И сделали ее, потому что были объединены тем самым иудео-христианским наследием, вне зависимости от того, какую религию они там исповедовали дома. Это сейчас про Мохаммеда Али, если что. И таким образом Трамп сказал, что вот вся эта действительно замечательная система, созданная действительно замечательными людьми, она находится под ударом левых. И то, что левые стараются создать это совершенно точно тоталитарное государство, и то, что они стремятся уничтожить ту самую американскую систему, которая сделала страну замечательной, с этим надо что-то делать. И Трамп пообещал, что он предпримет все необходимые усилия, но он упомянул уже существующие принятые и существующие законы, и подписанные им указы, направленные на противостояние левой толпе. И пообещал, что так будет и дальше. И если вы смотрели или даже читали дословное воспроизведение его речи, то вы, конечно, обратили внимание, что собравшаяся публика, заметьте, что это была не толпа агрессивная, которую мы видели последние месяцы. Это была именно публика, и здесь есть существенная разница, которая была... Люди, и да, их было много, но они были объединены не ненавистью, а любовью к своей стране и готовностью поддержать президента, который хочет... Который эту любовь разделяет и хочет страну защитить. Поэтому те реплики, которые доносились 4 года, хорошее очень высказывание, я, правда, не могу ему даже найти адекватный русский вариант, это not on my watch, да, помните, кто-то выкрикнул. И, естественно, всякий раз, когда американцы начинают скандировать USA, это всегда приятно слышать. Все это было, и речь действительно одна из лучших, которые Трамп произнес за свой первый срок. Естественно, если вы почитаете то, что писали о речи левые, то у вас создаст впечатление, что они ее либо вообще не слушали, либо слушали отдельные выступления Байдена. Но дело даже не в этом. Даже если бы Трамп произнес речь какую-то совершенно гениальную, то все равно, конечно, бы левые сказали, что это пропаганда расизма, раскол общества и так далее и тому подобное. Поэтому раз они так реагируют, ну, речь точно была удачная. И Трампу за нее большое спасибо. Но другое дело, что здесь я все-таки позволю себе это вставить, такую, если хотите, как бы сказать, ну, ложкой дегтя нет, такой черный шар небольшой я запущу. Но что президенту и его окружению надо быть уже немного поактивнее и словами не довольствоваться. Да, речь, повторяю, прекрасная. И там под каждым словом действительно можно подписаться. Но когда, скажем, британец Питер Хитченс в Твиттере пишет, что на данный момент президентство приведет к триумфу левых сил президентства Трампа, то Хитченса можно отрюнуть, он англичанин. Но штука в том, что он, к сожалению, знает, о чем говорит. И он очень четко проанализировал в одной из своих книг, как консерваторы Британии так или иначе помогали левым. И Трампу, его окружению и всем вам, кстати, в ноябре, теперь надо доказать, что Хитченс на сей раз ошибся и что никакого триумфа левых сил нет и быть не может. Но со стороны кому-то может показаться именно так. Поэтому, повторяю еще раз, речь отличная, но она должна быть подкреплена чем-то еще. Как со стороны президента, так и со стороны тех американцев, которые будут голосовать в ноябре. Потому что на сегодня победа левых в Америке, ну, это катастрофа. Действительно, мы это видим, что самое главное. Посмотреть, что произошло в том самом Сиэтле, где левые победили и дальше создали свою коммуну, ну, я даже не буду про это говорить, чтобы наше праздничное настроение не сбивать. Так вот, это что касается Трампа. Но я бы выделил и Кристи Новым, потому что Новым, это, конечно, как-то так вот получилось, что, наверное, самыми яркими звездами Америки эпохи коронавируса, не очень красиво звучит. Но, тем не менее, стали женщины, против чего лично я ничего не имею. Это судья из Висконсина Ребекка Брэдли, помните, мы про нее говорили. Ну, и вот Кристи Новым, потому что Новым отказалась от радикальных мер, связанных с закрытием экономики и запретами на передвижение и так далее, объявив, что она делает ставку на личную ответственность и на уважение жителей штата друг к другу и к здоровью друг друга. И, в принципе, все у нее более-менее получилось. Поэтому Новым стал объектом ненависти со стороны левых. Это понятно, как и Трампа, кстати, сказать. И одновременно действительно героиней консерваторов. То есть, после ее выступления 4 июля я видел в Твиттере отзывы, хоть не только из Америки тоже, но и из Европы, что Кристи Новым это рок-завезда республиканской партии консервативного движения. Ну, дай-то бог, вы помните, мой герой Десантис. Но вот здесь, конечно, хороша была Кристина Новым. Я этого ни в коей мере не принижаю достоинств Десантиса. Ей, конечно, восхищаюсь. И если мы обратим с вами внимание на речь о Новом, то она там выделила очень важную вещь, а именно, как работает стратегия левых. Мы-то с вами это понимаем. Но, к сожалению, только мы далеко не все. Она же объяснила в своей речи, что вот ориентируясь на каких-то кажущихся сегодня особенно действительно ужасных недостатках отцов-основателей, да, что вот там могли что-то про черных говорить неправильно, рабами владели и так далее и тому подобное. Так вот, что атакуя какие-то их личные качества и особенности, которые были продиктованы своим временем, тем не менее левые стараются уничтожить саму идею основания Америки и все то, что отцы-основатели делали. То есть, если сегодня вы соглашаетесь с тем, что раз у Джефферсона были рабы, то не нужен его памятник, а завтра вы соглашаетесь с тем, что раз у Вашингтона тоже были рабы, то зачем нам день президента? Послезавтра вы вдруг понимаете, что вы живете по законам не Америки, не по тем законам, которые защищали АО части и создавали те самые Вашингтон, Джефферсон и многие другие, а по тому, что писали Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и далее по списку. И то, что Ноум об этом напомнило, что когда вы соглашаетесь с нападками на отцов-основателей, вы так или иначе подрываете и помогаете подрывать американскую систему, за это ей большое спасибо. Как и за то, что она подчеркнула, что отцы-основатели при всех своих недостатках были людьми выдающимися, и то, что они военные, писатели, философы, пошли на войну, отправились бороться за независимость своей страны, хотя прекрасно понимали, что они ничего на этом не выигрывают вообще-то, потому как в случае поражения, понятно, суд военно-полевой и так далее, и даже в случае победы, как и что образовывать в новой стране, где неизвестно что и что как и будет, тем не менее они это сделали, и тот самый Вашингтон, который мог ведь стать и самодержатцем Америки, ему это предлагали, но он отказался, как вы знаете, и положил начало преемственности в президентстве, все это Ноум нам рассказал, и такой урок истории от женщины умной, смелой, и это тоже никогда не мешает ярко и внешне, Я считаю, это тоже было украшением Дня независимости, и то, что в 2024 году, мы все-таки с вами, да, надеемся, что все будет нормально, и думаем про 2024 год, у республиканцев будет проблема с выбором, кто станет следующим президентом, ну это понятно, за последние месяцы Ноум тоже обозначил себя сильным игроком, И эта речь была, думаю, вы со мной согласитесь, не хуже, чем речь президента Поэтому праздник, я считаю, прошел и удался так, как он должен был пройти, речи были яркими, и повторяю, главное, чтобы они переходили во что-то другое Но я бы закончил свой этот сегмент цитатами не из ныне здравствующих, и дай ему Бог здоровья, политиков республиканской партии консервативного движения, а из Уилмора Кендала Ну, всегда, когда День независимости, то всегда полезно процитировать великого человека, можно отца-основателя, но очень часто и просто консервативного мыслителя, и это тоже важно Тем более, что для Америки, как мы видим с вами и постоянно, и сейчас особенно, консервативная идея, она очень важна, и она может защитить и спасти великую страну от нашествия варваров, которые сейчас происходят А Кендалл, я не поручусь, когда он это писал, потому что это из его сборника, который вошел в книгу, книга издана в 63-м году, эссе могли быть написаны раньше Так вот, он писал, что слишком многие либералы, либералы еще того времени, они толкают Америку к уничтожению, навязывая идею того, что отца-основатели видели Америку абсолютно открытым обществом Тогда как, по мнению Кендалла, если вы исходите из того, что в Декларации независимости сказано, что мы исходим из самых очевидных истин, то, значит, эти истины вы должны защищать Ну, все мы, конечно же И, таким образом, если существуют идеи, которые истинным в основе Америки противоречат, а коммунизм, исламизм, нацизм, фашизм и прочие левые идеологии, они все так или иначе левые, они совершенно точно противоречат идеям основания Америки Так вот, американское общество, по словам Кендалла и, по его мнению, так полагали отца-основатели, я с ним склонен согласиться А все эти идеи общество должно отторгнуть И никакие разговоры о том, что в открытом обществе все должны быть равны, это не работает Потому что идеи основания Америки, они, да, внутри них вполне возможны идеологии и споры Но те идеологии, которые я перечислил, должны быть отринуты, объявлены вне закона и вытеснены из американской культурной жизни Это, поверьте мне, не тоталитаризм, это нормальная защита общества Если же такого не происходит, повторяю, Кендалл писал это в начале 60-х То, как пишет он, общество в конце концов придет к двум таким безрадостным итогам Либо вариант первый, когда все идеи абсолютно равны и все считаются одинаково обсуждаемыми То в таком обществе толерантность невозможна в принципе Потому что, значит, во-первых, само понятие истины, оно исчезает И вы не знаете, на что вам опираться Вы не знаете, что есть правда, а что нет Что, что вам навяжут товарищи, говорящие головы, то вы будете слушать И второе, любой, кто поставит под сомнение равенство вот таких вот фашизма и основания Америки Вот такой человек, он сразу станет жертвой репрессий Потому что, если все разрешено, то тот, кто ставит под сомнение всеобщую вот эту вот всеобседозволенность Он окажется жертвой неизбежным Это происходит И второй вариант, который вы сейчас тоже, к сожалению, видите Это то, что если даже мы предположим, что вот таких репрессий нет Хотя они, к сожалению, уже есть Но все идеи равны То в обществе происходит такой раскол Что нормальное общение и нормальное обсуждение каких-то вопросов и идей Оно становится невозможным И все вопросы решаются через насилие, через погромы И, не дай бог, через что-то большее И если вы посмотрите опять на происходящее последний месяц То вы увидите, что Кендалл это предрек совершенно точно Когда допускают совершенно антиамериканские идеи И их рассматривают наравне с идеями разумными То получается то, что мы видим Общаться с левыми уже невозможно Они агрессивны и понимают только язык дубинок резиновых А то и настоящих пуль, уж извините Ну и сами они охотно используют и первые Кстати, это делают Насилие против тех, кто с ними не согласен Поэтому я не буду, конечно, заканчивать на такой мрачной ноте Я еще раз скажу вам, что я продолжаю Я буду продолжать в любом случае в Америку верить И я точно знаю, что идея отцов-основателей Идея Уилмара Кендалла И то, о чем нам говорили и президент, и губернатор Ноум Что все эти идеи, они в Америке есть И они могут уходить, они могут возвращаться Их могут вытеснять, но они рано или поздно победят Я очень надеюсь, что это произойдет рано И победят так основательно И что уже в ноябре мы кое-что хорошее увидим Ну а пока я еще раз поздравляю всех вас И еще раз говорю, что праздник замечательный Страна великая, пусть она такой остается И если Сергей что-то добавит, то я с удовольствием передам ему слово Давайте примем звонок Радиослушатель пытается дозвониться уже длительное время Алло Добрый день Добрый день Я бы хотела обратить внимание на то, что в обществе Вот это вот увеличивающееся несоответствие Тем, что нам, как сказать, предоставляется с экранов Вот этих мейнстрим на 95% фейковых каналов Вы знаете, о каких каналах я говорю То есть там все время внушается Как предвыборная политика постоянная Представляется информация То есть деятельность левых президентов Членов конгресса, Верховного суда То есть вот таким образом Будто бы они составляют историю страны Однако во всем этом Такое искусственное и раздутое Но люди в это верят Вы понимаете, вот эта дистанция Между политикой и народом Вот она сейчас в данных событиях Которые мы сейчас переживаем Как болезни нашей страны Она именно нашла вот это вот отражение В этих массовых столкновениях Которые эти же левые умело манипулируют То есть все, что должно быть на их каналах Рассматриваться как проблемы Вот расовой дискриминации Что якобы полиция имеет раздутые бюджеты Они должны рассматриваться на их каналах Они это не рассматривали Но сейчас предоставили вот этим недовольным массам Вымещать друг на друге Вы представьте, какая это вот эта страшная манипуляция И сейчас у них есть даже такой лозунг Есть богатых Вот почему вот эти двое Вот эта нашумевшая история Когда люди вышли защищать законное На основании законной поправки Своё имущество Свою собаку Неважно, свою травинку Их сейчас от фейдаун Перевернули как Вы знаете И уже второй случай А беременная женщина на стоянке То есть столкнулась именно С этой умышленной манипуляцией Что сейчас чёрный может толкать И с этого вы Вот то, с чем мы столкнулись Вот эта дистанция между политикой и народом Спасибо Огромное спасибо вам Да, спасибо большое У меня есть время Или мы на рекламу Пожалуйста, отвечайте Да, хорошо Я вам так скажу Многие Да, опять сошлись на Хитчинса Хотя понимаю Многие его не взлюбили После того, что Цитаты, которые я привёл выше Тем не менее Тот же самый Хитчинс Он довольно долго занимался Политической журналистикой Сейчас уже Ну тоже журналистикой Но менее политической Он пишет Пишет про британцев Но опять это К сожалению Для всех подходит Журналисты, увы Дураки Поверьте Это он так пишет Я почти дословно его цитирую У них взглядов нет Они смотрят Кто охотнее с ними хочет общаться Так получается Что Свои идеи Продают левые Правые, увы Уверены, что Ну очевидно И так всем понятно Как работает жизнь Да Факты жизни консервативны Как говорила Тэтчер Да, та же самая И как ещё объяснять Что всё и так работает Значит К журналистам больше Тянутся левые И журналисты Порой сами Вообще не соображая Что они делают Они левую повестку Транслируют Они могут Сами её не разделять Вообще Они могут Ничего не смыслять Ни в политике Ни в экономике И так далее Но Они постепенно С этим С левыми Сливаются Они Их становится Всё больше И больше Левые Их подкармливают Через фонды И так далее И тому подобное И мы получаем То что мы получаем Повторяю ещё раз Хитченс писал Это О британской Журналистике Там с каких-то 70-80-х годов А может и раньше Но в Америке Как я понимаю Как я вижу Происходит Абсолютно То же самое Это на самом деле Очень плохо Потому что Журналисты Которым вроде бы Веришь Так как они Должны нести нам Правду Они становятся Дрессированными Собачками Левого движения Тявкают С экранов Но иногда От этого тявкания Мы получаем Очень серьёзный вред И какой вред Вы это видите На данный момент Но тем не менее Работает это Примерно так И как это изменить Я увы Не знаю Ну в этом месте Давайте мы сделаем Небольшой перерыв Буквально на пару минут Остановимся Послушаем рекламное объявление После чего вернёмся И продолжим Возвращаемся в программу Час Ивана Денисова И буквально Одна реплика Короткая Я не слушал выступления Джо Байдена Но он выступил С короткой речью Так вот Бывший Спикер Палаты Представителей Ньют Генрич Назвал его речь Наиболее Антиамериканской Когда-нибудь Произнесённой Кандидатом В президенты Это всё Что вам нужно знать О демократах А об их кандидате Ну а сейчас Да и к сожалению Я тоже ещё добавлю Что Критика Президента Повторяю Она вполне Нормальна И разумна И более того Я полагаю Что в ближайшие Два месяца Критика Президента Справа Она должна звучать Чтобы было понятно К чему Приходить К выборам Но Нево Трамперы Это совсем Другое Они вообще Бьют опять Рекорды Идиотизма Потому что Билл Кристал Ну знаете Наверняка Такого Один из самых Известных Нево Трамперов Он по-моему Установил вчера Рекорд Идиотизма И написал Что если вы Хотите Остановить Левых В Америке Голосуйте За Джо Байдена Я сначала Думал Это шутка Или что это Вымысел Но нет Это реально Его твит И хорошо Его люди Из Heritage Пристыдили И поинтересовались Найл Гарди Татьяна Англичанин Даже не Американец Поинтересовался А где Ваш Джо Байден Хоть что-нибудь Сделал Чтобы Остановить Антиамериканскую Истерию Со стороны Левых Но Насколько я знаю Кристал На это Ничего не Ответил Поэтому Разница Должна быть Четче Обозначить То чего Мы ждем В том числе И мы Здесь От Трампа И чтобы Его политика Была Как можно Более Консервативной Как можно Более Правой Это одно Но при этом Понимать Что Трамп Должен Выиграть В ноябре А вот Такой Идиотизм Что Кто угодно Только не Трамп И Байден Якобы Остановит Левых Это Извините Совсем Другое Давайте Попробуем Принять Звонок Добрый День Добрый День Вот Я Прочитала Небольшую Совершенно Заметку Они Пишут Что Нью-Йорк Пост Опубликовала Статью О том Что Президент Обама Бывший Президент Обама Создал Группу Организации Действий ООФА Численность Группы Где-то 30 тысяч И они Работают Так Чтобы Разрушить Все Что Пытается Сделать Администрация Нашего Президента Трампа Так вот Это речь Идет О дип Стейте Или это Еще Какая-то Группа О какой-то Отдельной Крыло Сюда Они Пишут Входят Политически Активные Суды Окомплектованные Прогрессистами Значит И вот АРС Подтверждает По документации Что эта Группа Насчитывает 32 тысячи 525 Добровольцев И число Их растет Это Дип Стейт Или это Еще Какая-то Организация Что это Все Значит Если вы Знаете Пожалуйста Но Перед Выборами Я думаю Они все Будут Конечно Координироваться Как-то Потому Что Естественно Что Их Задача Это Внести Байдена В Белые Дома В каком Виде Уже Другой Вопрос Уже Да Шутка Ходит По Твиттеру Что Байден Может стать Первым президентом Посмертно Поэтому Полным-полно Недовольных Трампом Везде При этом Повторяю Есть разница Есть консерваторы И правые Которые считают Что Там Трампу Надо делать Больше Чего-то Того-то Или Там Или Там В той-то Области Усиливать Давление На левых Или Еще Ужесточать Иммиграционную Политику И так Далее Но Они Будут Голосовать За Трампа Не прекращая Его критиковать И оказывая Давление Ну а Есть Вот Те О Ком Вы говорите И кто-то В спецслужбах И кто-то Ну в прессе Понятно И Политики И Тот же Самый Часть Республиканского Эстеблишмента Вот там Какая-то Публика Из окружения Буша Все Вот это Да Будет Так или иначе Взаимодействовать Ближайшие месяцы Это надо Осознавать И понимать Добрый день Пожалуйста Ваш вопрос Здравствуйте У меня не вопрос Здравствуйте А сначала Мнение Я вот думаю Почему Именно Байден Стал Претендентом На место Президента От демократов Наверное Потому Что он Со временем Обещает Какую-то Женщину Выбрать К себе Вась Президенты А знает Что сам Он пробует Недолго И придется Ему Уйти А она Будет Президентом На его месте А какую Женщину Это мы знаем Ничего Хорошего Кроме Ислама Левизны Не принесет Это первое А второе Обама Остался В Вашингтоне После окончания Срока Только Один Президент Прежде Оставался Ему Надо было Долечиться Все остальные Кончился Срок Они Уезжали А Обама Должен Работать Не просто На леваков А на Соросов Поэтому У него Столько Денег Чтобы 30-ти Тысячную Организацию Организовать Двух Тысяч Оказалось Мало По Америке Надо Еще 30 тысяч Ничего Хорошего Из этого Не будет Если Не обнаружат Откуда Растут Ноги Вот это Спасибо Спасибо большое Спасибо Ну тут я Наверное Ничего Не добавлю Давайте Уже К следующей теме Перейдем 90-лет Томасу Сову Да Совершенно Наверное Томас Сову На сегодняшний День Наверное Величайший Мыслитель Консервативный Я говорил Что Всегда В Америке Мыслителей Много Было Но И сейчас Есть Но Совый Лучший По моему Убеждению Может Вы помните Мы говорили О нем В конце 16-го Года Когда Он Объявил О прекращении Своей Колумнистики Раньше У него была Колумбка Еженедельная Ну вот Наверное Немного Повторимся Но все-таки Времени прошло Много И я полагаю Вы уже что-то Подзабыли Итак Совэл Это Ну На самом деле Это не важно Но к сожалению В нынешних условиях Приходится Начинать с этого Совэл Не просто Консерватор Он чернокожий Консерватор И как и многие Консерваторы Вне зависимости Кстати От цвета Кожи Он прошел Период Увлечения Левыми Идеями Как он Если кто-то Видел его Знаменитое интервью С Дэвом Рубином На вопрос Рубина Что случилось Что вы перестали Быть левым И стали Консерватором Совэл Ответил Одним словом Факты Факты Повторяю Они Разрушают Любую Левую Идеологию Любую Левую Идею И когда Думающий Человек Повторяю Вне зависимости От цвета Кожи Начинает Факты Анализировать А факты Подразумевается Должны Какую-то Обработку В голове Проходить То выводы Он делает Совэл Сделал И стал Повторяю Человеком Который Пишет Мыслителем Пишет Обо всем Изначально Он экономист И более того В начале 60-х Когда якобы В Америке Как нам сейчас Рассказывают Был Расизм И так далее И тому подобное А Совэл Вообще-то Преподавал В женском Колледже Абсолютно Белом Женском Белом Колледже Преподавал Молодой Достаточно Черный Педагог Представьте себе И никого И никого Это не волновало Заметь А вот Когда Он Совэл Увидел Что творят Студенты И им Потакает Профессура В конце 60-х То Вот тут Он Рассказ И не останавливаясь Пишет Мало Что Мне Досадно Хотя С другой Стороны Наверное Ему Это Неинтересно А если Говорить О тех Идеях Которые Совэл Высказывал И высказывает На страницах Своих Книг То На сегодняшний День Ну Актуальными Актуальны Естественно Все Но я бы Выделил Некоторые Во-первых У него Есть книга Написана Еще в 93-м Году Заметьте Она Называется Внутри Американского Образования Inside American Education Где Он Объясняет Как Левая Идеология Разрушает Начальное Среднее И высшее Образование Объясняет Очень подробно Поэтому Я не буду Конечно Пересказывать Книгу Рекомендую Но Написано Повторяю В 93-м Если вы Ее Перечитаете Сейчас Вы увидите Что нынешнее Безумство Левое В образовательной Среде Солл предсказал Совершенно точно Еще тогда Написав Что Университеты Становятся Основным Источником Нетерпимости Догматизма И навязывания Детям Подросткам Кому угодно Или молодым людям Левой идеологии Его К сожалению Никто не услышал В 93-м Году Пожинаем Плоды Как говорится В 2005-м Году У Совэлла Вышла Книга Которая Состоит Из Нескольких Таких Очень длинных Обстоятельных Эссе У книги Есть страшное По нынешним Меркам Название Она Называется Black Rednecks Rednecks And White Liberals Это название Первого же эссе В ней Где Совэл подробно Объясняет Что вот эта Саморазрушительная Культура Которая Подается Как истина Черная Где Нет семей Где Нет работы Живешь На пособиях Сексуальной Распущенность И такое Прочее И Когда Единственный Культурный Выход Это Какие-то Убогие Рэп Песни И так далее Что все это Никак не Черная Культура Это Культура Самых Низших Белых Слоев На юге Которую Черные Перенимали И Которые Потворствовали Тогда Рабовладельцы Ну потому что С такой Культурой Черными Легко Управлять И которые Сегодня Полностью Переняли Белые Либералы Потому что Опять же Пока Черные Живут В оковах Вот этой Культуры Они абсолютно Легкоуправляемые Они Агрессивные Они Жестокие Но при этом Вся их Жестокость И агрессия Еще раз Может легко Быть направлена В нужное Русло А Из-за того Что интеллектуальный Уровень у них Низкий То им Можно навязывать Абсолютно Любую Идеологию Которая Выгодна Рабовладельцам Или современному Воплощению Рабовладельцев То есть Белым Либерал Далее Соуэлл В той же книге Собственно говоря В эссе Посвященную Рабовладению Много Не только В нескольких Книгах Про это Пишет Пишет о том Что вообще-то Рабовладение И работорговля Это во многом И делали И делали все Чтобы Работорговлю Сохранить Ну и конечно же То что Рабы Были Не только Черные Белых Рабов Было более Чем Достаточно Для Африканских И мусульманских Работорговцев Цвет кожи Вообще Не имел значения И Как само Понятие Работорговец Оно Скорее Характерно Для Черных А не Для белых Потому что У белых Да Были рабы Но торговали Ими В основном Понятно Кто То есть Товарищи Из Африки Все это Соуэлл Тоже подробно Нам и читателям Расписал Но опять же Читали это То Кто Люди умные А левые Они это все Игнорировали И еще Одно Любопытное Сэф В той же книге О том Как левые Переписывают И искажают Историю Подгоняя ее Под свою Левую Идею Мы тоже Сегодня с вами Это видим Одна из Лучших книг Соуэлла Такая она Более может Сложная для прочтения Хотя не самая Называется Vision of the Anointed И на самом деле Ее Я прежде всего Всем рекомендую Прочесть Если не читали Потому что Она очень подробно Объясняет Как Работает Левая идея И после нее Вы все это Видите насквозь И как Работает Например Система При которой Разбухает Правительство При которой Разбухают Действия Правительства И постепенное Навязывание Всем нам Каких-то Определенных Условий И сковывание Нашей свободы То есть Когда берется Сложность Которая в обществе Существует Она Объявляется Проблемой На ее решение Тратятся Огромные Деньги Появляется Огромное Количество Бюрократических И еще Каких-то Организаций Говорящие В головы С нахмуренным Видом Нам рассказывают Что и как А потом Высняется Что все Стало еще Хуже И что Делают Говорящие Головы И правительство Они говорят Нам что Все стало Хуже Потому что Мешали Правые Потому что Денег Потратили Не так много Как надо было Потому что Бюрократии На самом деле Недостаточно Надо еще И еще И еще Совел Здесь приводит Например Так называемую Борьбу с бедностью Годов 60-х Которая привела К тому Что с бедностью Никак не победили А стало Для черного населения Еще хуже Но при этом Все восхищаются Программами Борьбы с бедностью Он приводит Борьбу с преступностью Когда Стали искать Какие-то Не бороться С преступностью Искать причины Говорить Что все преступники Несчастные Жертвы И так далее И тому подобное Стало Все еще хуже Ну и Вы поняли Примерный Ход мыслей Как левых Так и Самого Томаса Совала Который Этот ход мыслей Анализирует Но повторяю Еще раз Лучше прочесть Книжка большая Ну как большая Около 300 страниц И Весьма Весьма Насыщенная И если вы По той или иной причине Я прекрасно понимаю У вас мало Времени Чтобы читать Какие-то книги Основательные Все как бывает Можно просто взять Сборники Систики Совала Тем более Что как минимум У двух его сборников Названия тоже Пророческие И если Скажем Название его Сборника 2010 года Это колонки Сэн И было посвящено Начал управления Обамы Называлось Дисментлин Американ Разбирая Разрушая Америку То чем Обамой Занимался И Совала Об этом говорил С 2008 года Кстати говоря Что У Обамы Он сразу Говорил Совала Я вижу Что этот человек Имеет Какие угодно цели Но никак Не процветание Не успеха Америки И Совала Потом Не раз говорил Что Обама Худший президент В истории Соединенных Штатов Так вот Это книга 2010 года А книга Еще 99 Заметься Года Она Если вы посмотрите На ее обложку То у вас Создастся впечатление Что речь идет О дне сегодняшнем Потому что Книга Совала Называлась Barbarians Inside the Gates Варвары уже внутри Другими словами В вольном переводе И все мы видим Что варвары Действительно здесь И Совала Об этом Повторяю Предупреждала С 90-х А то и раньше Но его Надо было Слушать У него есть Конечно же Продолжатели И ученики И Периодически Его называют Самым главным Консервативным Деятелем Америки Вообще С чем я согласен Кларенс Томас Воплощение Консерватизма Это да Его друг Но Тем не менее Как-то вот В 90 лет Совал Показал Что у него Все в порядке Он здравый Он только что Написал Очередную книгу Про чартерные школы И она вот-вот Выйдет Но все же К сожалению Я не вижу Людей Которые Его Заменят Потому что Когда человеку 90 лет Ну Желаешь ему До 100 Минимум А то и до 120 Что нам всем знакомо Но понимаешь Что природа Штука такая У нее всегда Свои планы В этом Это вот Немного грустно Что равных Соуэлла Я не вижу Но с другой стороны Наверняка Я уверен Люди такие Появятся А мы все Наверное С вами Можем гордиться Все опять Не только Американцы А и те Кто живет За пределами Соединенных Штатов Что мы были Современниками Томаса Соуэлла Что мы могли Его слушать Мы могли Его читать Цитировать Обсуждать И это Конечно И продолжится Поэтому Если вы его Не читали Читайте Обязательно И Пусть С запозданием У него 30 числа Был день рождения Я даже считаю Есть какая-то Закономерность Что так близко К 4 июля Ну вот Пусть С запозданием Все его Я думаю Поздравим И вы присоединитесь К этому поздравлению Здесь я чувствую Мне пора Заканчивать Как-то у нас Китай все время Выпадает Ну уже в следующий раз Мы все хотим о нем поговорить Но все время Столько новостей И внутри американских Что не успеваем Но думаю Что до Китая Доберемся Тогда в другой раз Как-нибудь Тем более Что на YouTube У нас есть Слушатель Из Китая Который активно Очень комментирует То что здесь происходит Так что в следующий раз Поговорим о Китае Иван Огромное спасибо И до встречи В следующий раз Спасибо вам Еще раз С праздником И до встречи Спасибо Спасибо